Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Сегодня утром СБУ проводит уже с самого утра обыски в десятки храмов, если это можно так назвать, промосковской этой УПЦ, которая на самом деле УПЦ МП, то есть Московского Патриархата. И я даже, знаете, я даже не буду ждать, что они там найдут, это абсолютно очевидно, что они найдут. Найдут очередную пачку промосковской литературы, очередные георгиевские ленточки, очередные вестники православия московского и так далее, и все вот это дерьмо. То есть, ну, уже слов не хватает, когда говоришь о этой, так сказать, конторе УПЦ МП, которая к тому же еще и нашу Киевскую Лавру. Что они там делают, вообще непонятно. Это просто враги, которые сидят там и гадят. Ты заранее знаешь, что они будут гадить, ты ничего не делаешь, но ты знаешь, что в любой момент они тебе нож в спину засунут. Вот. То есть, в Раде сейчас лежит уже подание от депутата Гончаренко о том, чтобы этой конторы у нас вообще не было. Не то, что этой конторы не было, у нас не может быть никакой религиозной конторы, а я ее называю контора, потому что, ну, святости там сам. Ну, посмотрите на физиономию Паши Мерседеса, и вам станет все понятно, что там разговаривать не о чем вообще, от слова вообще не о чем. Это такая, знаете, что такое УПЦ МП? Это такое, знаете, бандитско-мафиозная такая контора, которая очень долгое время, даже не мафиозная, а бандитско-КГБшная, потому что у них большинство попов, вы же прекрасно знаете, кто они такие. Ну, кто постарше. Понятное дело, что молодые, они уже больше по ФСБ, а те, что постарше, они по КГБ больше были. Да, там просто поголовно все с погонами были. Все до одного. Там, я не знаю, тех, кто не служил. Там, где надо. Да. Так вот, вот эта контора, по ней уже подан запрос депутата Гончаренко, соответственно, о том, чтобы ее запретить в Украине. Не только что ее, а запретить любую контору, религиозно-мафиозную, которая имеет своего выгодополучателя за поребликом. В данном случае выгодополучатель это российско-православная церковь. То есть, любой клон, любая дочка российско-православной церкви, которая есть, и любой другой российско-религиозный, нельзя говорить только о УПЦМП, а не о ком-то другом. Любая другая дочка или клон, или же, что там, как оно у них там называется, ну, это не религия, здесь не религия речь, вы же прекрасно понимаете. Религия тут не пахнет, у них даже Томаса нет. Какая религия может быть, если мы о Гундяево говорим? Вы чего? Сатана в чистом виде. Вот. То есть, поэтому, может быть, любая сатанистская организация, которая тоже к ним подходит, должна быть в Украине запрещена. Четко, понятно. Если там есть порядочные священники, я этого не отрицаю, что есть нормальные. Есть. Их, наверное, даже большое количество. Они могут прекрасно перейти в нашу церковь, в украинскую, и все. А уж за лавры, что они там вообще делают? Какое они отношение имеют к Киево-Печерской лавре? Вы мне можете сказать? Что они там вообще? Слава Богу, кстати, Зеленский уже дал указание проверить, на каком основании там их пустили в аренду, что это за аренда такая, чем они там вообще занимаются, и, кстати, где делись все экспонаты, экспонаты, или как там эти, святые мощи и так далее. Потому что я не исключаю, что там уже все подделки лежат, что эти попы все потырили, все отправляли на Москву после 2014 года. Тут нужно еще проверять. Я и такого не исключаю. Вот. Поэтому скажу одно. Это бесовская такая, сатанинская контора, и тут я полностью, мало того, что, понимаете, мне наплевать, пускай будут даже сатанисты, опять-таки, мне на это наплевать. Это их, вот им нравятся там свои сатанинские ритуалы, да пускай проводят сколько угодно. Вот это меня не касается. Меня касается другое, что у них постоянно, вот знаете, ты ждешь удара в спину, что ты ждешь, что в лавре будет появиться какой-то ДРГ, и они там были. Что нам какие-то российские шпионы, что оттуда передают информацию прямо на Москву. То, что они, являясь типа религиозной, типа организации, отказываются, отказываются отпевать двойного то, отказываются отпевать погибших наших героев на фронте с расистами. То есть, это явно такая, знаете, вражеская контора. Я имею в виду в целом. Я еще раз говорю, некоторые священники, может быть, вполне себе нормальные люди. Но в целом, это явно вражеская контора, которая у нас тут дома не место. Соответственно, если что-то нравится, вот туда за Урал, там вас любят, там вас понимают, там вас поймут, примут, поймут, дадут по Георгиевской ленточке и по храму сатаны каждому. Слава Украине!